Начал смотреть, кто идёт против меня, кто меня колоть будет. Я-то мальчишка, понимаешь? И ты знаешь, как мне не повезло. Я увидел против меня, шёл немец. Ну, почти двухметрового роста. Крупные черты лица. Лицо у него было перекошено какой-то ужасной гримасе. То ли от страха, то ли от этого самого. По-моему, он был даже немножко пьян. Рот у него был так перекошен. И вот отсюда у него, значит, до подбородка текла слюна. И здесь на подбородке у него даже капли слюны-то и висели. Ну, такая у него была страшная рожа. Я, как мальчишка, я его испугался. Испугался. Я совсем забыл, что я его тоже должен колоть. Что у меня тоже в руках есть оружие, которое мне должен его колоть. Когда мы сблизились с ним, вот так, как с тобой. И он, значит, сделал движение винтовкой своей со штыком этим кинжалом, чтобы меня уколоть. Я как-то по-детски совсем непроизвольно схватил эту винтовку за ствол и потянул так на себя ее рыбком. Он не устоял, пошатнулся, потерял ран в весе и упал. Когда он упал, здесь я вспомнил, что у меня в руках есть карабин. Но я же тогда не знал, сколько надо силы вложить, чтобы заколоть человека. Ты понимаешь, для меня это было новое. И сколько было у меня мальчишеской силы, столько я и вложил ее в этот удар. Я когда ударил его, так у меня карабин проскочила, мушка карабина между ребрами проскочила аж на ту сторону. И я не мог долго выхватить, не мог карабин. Немец, который набежал следующим на меня, когда увидел эту картину, разворачивается, прикладом мне бьет сюда вот в челюсть. Это я так долго рассказывал, там все это было мгновенно, секундами все это дело было. Когда он меня сюда ударил, у меня челюсть вот здесь была, я вот здесь видел свои зубы, вот здесь. Меня выручил мой Андрей Гордеевич Посудка, который подвернулся под руку, убил этого немца. Помог мне вытащить мой карабин. А потом, когда увидел, что у меня челюсть здесь, он недолго, думая, справа разворачивается, как врубил меня справой. И челюсть у меня хряпнула и на место встала. Я ее тогда зажжал, и больше я уже ни ура не кричал, ничего, потому что я боялся, что у меня челюсть снова сюда на место выскочит, понимаешь? Так я и прошел до конца этого рукопашного боя. Но зато я узнал, что заколоть человека не составляет большого труда. Я дальше уже колол так, сделаю небольшое движение, я как будто и не дотронулся до противника, а он уже падает. Тогда только я понял, как мало надо для того, чтобы убить человека. Как это мало нужно. Ну, что поделаешь, рукопашный бой, долго рассказывать. А в действительности все это происходит настолько мгновенно. И ты понимаешь, мысль, сознание работает настолько моторно, быстро, разворачивая ситуацию, раскрывая картину и подсказывая тебе, что тебе нужно делать, чтобы как-то спасти свою жизнь. Это трудно тебе рассказать словами. Это настолько мгновенно. Ты видишь, перед тобой какая-то сразу ситуация сложилась, и уже решение, уже решение готовое у тебя в голове. Ты знаешь, что тебе делать, как тебе поступить, то ли тебе стрелять, то ли тебе, понимаешь, колоть, то ли тебе отойти в сторонку. В общем, это явление необыкновенное. Необыкновенное. Кто хоть один раз был в рукопашной, тот помнит ее на всю жизнь.